Всех приветствую на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. Я наконец-то собралась ответить на ваши вопросы. Даже не совсем вопросы будут, ну не везде вопросы будут, а просто вообще смотрела по комментариям, чем люди интересуются, что их больше всего интересует. И вот наконец-то пришел тот день, когда я решилась записать вопрос-ответ. Первым делом, прежде чем приступить к просмотру, тот, кто не подписан на канал, но постоянно меня смотрит, пожалуйста, зайдите на мой канал и подпишитесь. Это очень важно для развития канала. Подпишитесь, поставьте лайк, налейте чаю, возьмите печеньки, бутербродики, конфетки, а может быть нормальную еду. И приступайте к просмотру. Йети я никогда не встречала, снежного человека я тоже не встречала. Лешего я тоже не встречала. А потустороннее, ну я не понимаю, что люди имеют в виду, когда они говорят про потустороннее. Что по ту сторону, то, что находится. То есть для меня какие-то звуки в лесу или что-то необычное, неожиданное, это для меня естественно как-то. Ну, то есть я этого не боюсь, и для меня это нормально. То есть я считаю, что всё, что потустороннее, это естественно, это нормально. В общем, с какими-то там звуками в лесу или чем-то необычным, какие-то голоса, да, я сталкивалась. Ну, а чтобы сталкиваться с чем-то таким, именно прямо духи какие-то, чтобы их именно увидеть, или там следы какие-то необычные, такого я не встречала. Люди, которые владеют обеими руками, называются амбитекстом. Я могу и левой рукой делать что-то, и правой. То есть они не прямо одинаково работают, но я очень-очень многое могу левой рукой делать, и также и правой. То есть, например, какой рукой кушать, мне вообще всё равно. Я могу левую руку взять, либо правую. Я предпочитаю левой рукой есть, но не принципиально я могу и вправую взять. Иногда я даже не обращаю внимания, в какую руку я ложку или вилку взяла. И также я ножом могу что-то отрезать левой рукой. Пишу я, конечно, правой, а левой тоже умею писать. Но за счёт того, что я не тренируюсь ей никогда, я очень медленно ей пишу. Вот. И чем крупнее, допустим, писать, тем быстрее я могу писать. А если в строчках, тогда вообще прям медленно. Вот. Ну, если потренироваться, я думаю, начну быстро писать. Вот. Зубы чищу левой рукой в основном. Ну, правой тоже могу. Там, ну, какие-то такие вещи, что-то делаю больше правой, что-то левой. Поэтому у меня и та, и другая рука рабочая. Ну, да, часто у меня спрашивают про какую палатку купить, какой спальник, какой каремат, там, обувь какую приобрести, куртку, одежду, посуду. В общем, много чего спрашивают. И я либо не отвечаю на такие вопросы, либо отвечаю коротко, что я не люблю давать советы. Я реально очень не люблю давать советы, потому что я считаю, что совет – это огромная ответственность. То есть, если я дала совет, я за него отвечаю, раз я советую. Про палатку из-за того, что про неё очень много спрашивали, я про неё сняла совсем небольшой ролик на втором моём канале. Алинина Кашева называется. Те, кто, кстати, не знает, что у меня есть твой канал, ссылка в описании под этим фильмом. И, кстати, про описание заодно скажу, отвлекусь немножко от темы. Многие вообще не читают описание. Я там сейчас очень коротко стала писать, потому что его всё равно не читают. Но в описании всегда есть все ссылки. В описании зайти несложно. Просто сворачиваете видео, пролистываете вниз, чуть выше комментариев, там начинается описание, есть небольшое такое слово «развернуть», по-моему. Вы его разворачиваете, и там всё-всё написано. Там все ссылки есть. И описание есть к фильму. Иногда побольше пишу, иногда поменьше. Вернёмся к теме о снаряге. Про палатку я немножко сняла, так как я выложила на второй канал, так как у меня много-много про неё спрашивали. Но я бы не рекомендовала такую палатку. Во-первых, сейчас их не выпускают уже. Во-вторых, она реально тяжёлая. Она 3 килограмма весит. И плюс я ей дополнительные дверцы пришила. То есть она сейчас чуть больше даже 3-х весит. Она без юбки, что во многих местах неудобно. И она объёмная. Она много места в рюкзаке занимает. А если её на рюкзак вести, она сильно оттягивает. Но это, короче, минусы большие, особенно для пешек, туристов, походников. Поэтому я не рекомендую, вообще не люблю вообще никакие вещи рекомендовать. У меня, потому что какие-то нормальные вещи только недавно начали появляться. У меня вообще нормальной снаряги никогда не было. То есть когда я начинала такую серьёзную прям походную жизнь, у меня вообще ничего не было. Абсолютно ничего. К слову, перейдём даже, наверное, к другому теперь вопросу. Насчёт того, что даже не вопрос это, а люди пишут иногда, что вот легко вот так вот взять, сорваться, куда-то поехать, когда есть обувь, снаряга и всё там, куртка всякая, всякие куртки, пуховики и всё такое. У меня вообще сравнительно недавно что-то появилось. Там пуховый спальник, куртка. У меня вообще ничего не было абсолютно. Я ходила, я вообще без палатки сначала ходила. У меня в палатке вообще не было. Ходила просто без ночёвок. Либо если даже были когда-то ночёвки, они были крайне-крайне редко, то я, допустим, ночевала в каком-то сеновале, если это в весь город это было, да. И там в каком-нибудь подвале, там в чердаке. Такие у меня были ночёвки, но это было очень-очень давно. Можно сказать, ещё совсем в юности. Экстремальные такие были. И палатки у меня очень долго не было. Я её приобрела, если я не ошибаюсь, в 2019 году только. И у меня не было рюкзака. У меня был какой-то китайский очень драный рюкзак, который очень был неудобный. Мне с ним капец как было неудобно. Я даже с ним лазила на скалы с этим неудобным рюкзаком. Ночевала на вершине скалы. Вот у нас на столбах, которая вершина, самый высокий столб, 90 метров. Вот я на него с этим неудобным рюкзаком лазила. Он весь там по швам разласился. Китайский очень дешёвый рюкзак. Кроссовки там у меня были тоже китайские какие-то. Я когда начала скалолазание, я вообще скалолазанием увлеклась с 2018 года. И у меня тоже вообще ничего не было. То есть я ходила просто на столбы, до этого гуляла. На столбы я хожу ещё с юного возраста, просто погулять. Я не лазила никогда. А вот в 2018 году так случилось. Мы в это время познакомились с Петрухой. Про Петруху мои постоянные подписчики уже знают. И мы с ним слазили на первый столб тогда. Вот когда мы познакомились, это было 30 апреля 2018 год. И мне так понравилось лазить. У меня не было никаких, естественно, там обуви правильной, скальников, ничего вообще для этого. У меня одежды нормальной для скалолаза не было. Я сдирала свою всю одежду. Я поэтому лазила в китайских вот таких вот хлябающих кроссовках, квакающих. Потому что на скалах очень сильно портилась обувь. А это удовольствие не дешёвое каждый раз обувь покупать. Поэтому я лазила в китайских квакающих кроссовках. Будь здоровой, это кошка моя чихает. Вот. И там просто те, кто постоянно лазил до этого, они просто, они даже лазить со мной не хотели. Потому что боялись, что я где-нибудь свалюсь из-за того, что у меня кроссовки такие. Но я прям так заразилась скалолазанием, что в 2018 году излазилось просто на центральных столбах все скалы. Я столько ходов много прошла. Естественно, не одна я тогда лазила. Но я предпочитала одна. Было такое, что и одна лазила, которые ходы я уже запомнила. Я их проходила одна, потому что столбист, он должен пройти сам какой-то ход без веревки, без помощи. И в одиночку тогда считается, что ход пройден. Вот такие ходы я проходила сама одна. Большинство ходов. Ну, то есть я пройду с кем-то их сначала, потом одна. Вот. И через... Спустя только какое-то время, там год или два, я уже лазила, вот как попала. И мне знакомый подарил скальники, там своей дочке. Дочка когда-то там скалолазанием занималась. И остались скальники. У меня нога маленькая, скальники эти маленькие. И они у них просто лежали. Они мне подарили, и я их лазаю в них до сих пор. До сих пор их не убила. Оказалось, они хорошего качества. И до сих пор мне служат. Правда, сейчас я из-за постоянных походов лазаю гораздо меньше, чем в 18-19-20-м году. Я там прям вообще жила, может сказать, на снаряду. В общем, я отвлеклась. От темы основной про снарягу я рекомендовать никогда не стану, что купить вам. Потому что каждый человек индивидуален. Кому-то там куртка нужна такая, а не как мне нравится, допустим. Какие-то прибамбасы нужны в ней. Кому-то вообще наоборот ничего не нужно. Обувь тоже одним будет жать, другим наоборот. Кому-то шире надо, кому-то луже, как я могу рекомендовать. Для меня такая обувь удобна, для вас другая. Я по фирмам вообще не разбираюсь. Я не покупаю специальные фирмы. Но это бывает случается случайно. Именно родные люди, близкие, у меня таких очень мало людей, которые прямо близки мне. Это, естественно, мои дети, моя сестра, ну, еще пара человек есть. Они относятся нормально. Естественно, сначала было какое-то неприятие. То есть, они вообще, мне кажется, сначала старались даже не замечать этого. Ну, того, что я там влазить, например, по скалам начала или чаще в поход ходить. Ну, как-то так вот отдаленно к этому относились. А сейчас они уже привыкли, что я такая, и принимают, и понимают вроде бы, как мне кажется. Вот. А смотрят ли они мой канал? Нет, мой канал не смотрят вообще. Родные, родственники, близкие не смотрят. Иногда очень редко смотрит сын, когда мы с ним сходим в поход, и то не все походы, с которыми мы с ним ходили, он смотрел. И мы не до этого, у него свои есть дела, свои игры, друзья там, двор там. Ему время тратить на просмотры, это ни к чему. Также у дочки есть тоже свои интересы, ей вообще не интересно смотреть мой канал. Кому мешают две мои волосины, сходите в парикмахерскую, может, вам станет легче. Заплетите там себе косички, сделайте прическу, подстригите, хвостики заплетите. Короче, вот что вам хочется, то и сделайте, пожалуйста. А я со своими волосами буду ходить так, как мне хочется. Я не знаю никогда, как отвечать на этот вопрос. Ну, как я не боюсь. Ну, так же, как и бояться, только наоборот. Очень-очень часто мне под фильмами пишут, купи это, купи то. Как будто у меня вот с неба деньги валятся. Просто реально очень часто пишут, купи там камеру, раз у тебя ее нет, купи дрон, купи квадрик, купи там ботинки, сапоги, там одежду какую-то крутую, там, которая будет отвечать на требования. В общем, много-много всего советуют купить. И очень много пишут, съезди туда, съезди сюда, слетай туда, слетай сюда. То есть, ну, я же ведь не миллионер, у меня нет богатого папеньки, какого-нибудь. Мне вообще канал практически не приносит дохода. Реально копейки. И, к сожалению, донатов у меня тоже практически нет. Очень-очень мало. Редко бывает, что кто-то донатит. И этим людям я прям очень-очень благодарна, огромное вам спасибо. Я сижу очень-очень много часов за монтажом. Я провожу много времени, занимаясь каналом. Это реально нелегко. И я считаю, что мой труд можно поддержать. Поощрить как-то просто. Это же не обязательно тому, что вы мне там обязаны зарплату платить каждый месяц. Но иногда поощрить, я считаю, можно. Тем более, если вам нравится мой канал, если вы с удовольствием его смотрите. И если есть у вас возможность. Я не говорю про тех людей, у которых нет возможности. Там они за границей живут, не могут отправить. У них там проблемы какие-то дома, пенсионеры, там малоимущие. Ну вот, я именно про тех людей сейчас говорю, которые хотят и могут помочь. Я считаю, что ничего такого в этом нет. Я уже рассказывала где-то, я не помню, то ли в прошлом вопрос-ответ, то ли в каком-то из своих фильмов. Немножко вот про себя. Про детство своё, то, что я с детства такая, какая-то бегучая, меня всё время шило в жопе, у меня вечно в голове какие-то идеи, там, не знаю, дурацкие, недурацкие возникают. И я с детства такая какая-то, может быть, слишком фантазёрка и слишком прыткая на приключения, наверное, так. Меня всегда куда-то тянуло, всегда куда-то несло с самого-самого детства. Прямо с самого маленького детства я куда-то всё время рвалась. Первый мой побег, так сказать, ну в кавычках, естественно, не серьёзный был, а такой больше любопытствующий. Это был в три года, мне было три года, и моей сестрёнке, мы с ней погодки, было два года. И я её взяла за руку, и мы просто ушли. И следовать на этот мир, я не знаю, я уж не помню, уже маленькая была, но я помню, что я её взяла за руку, и мы ушли, мы жили на пятом этаже, лифта у нас не было, и мы с пятого этажа, вот три года и два спустились по лестницам, вышли во двор, и куда-то там пошли, 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 вот, а мама спохватилась, что нас нет, побежала нас искать, вся в слезах, и она, это она уже рассказывала, что она смотрит, и милиционер идёт, в те времена ещё милиционеры были, несёт мою сестру на руках, и меня за руку видела, это был мой первый уход из дома, такой одиночный, свободный, вообще, если серьёзно, я первый раз в тайгу ушла, одна лет в шесть, в семь, не было, ну, так мало, это, я уже рассказывала, я не буду повторяться, это был детский, пионерский лагерь, они у нас, большинство находятся в тайге, я перелезла через забор, ушла въезд, и практически целый день там провела, и всё, и потом начала постоянно ходить, в общем, я не буду повторяться, потому что я уже это рассказывала, я здесь вот такая, постоянно, вот, мне нужно куда-то залезть, куда-то что-то изведать, мне всё любопытно, мне всё интересно, и это любопытство, и этот интерес, он у меня до сих пор не прошёл, вот, он у меня до сих пор, вот, во мне живёт, и я надеюсь, что я такая буду до самой своей смерти, потому что пока есть любопытство, когда, пока есть прыть, желание, фантазии всякие, в голове, я считаю, что ты молод, и ты живёшь, и вообще насчёт молодости, у меня такое отношение к этому, что люди сами зачастую себя ставят, вот, думают, вот мне 35, там, я уже там, всё, уже у меня рубеж этот после 30 перешёл, и началась там, ну, к тому возрасту, к старению, так сказать, а кто за 40 или за 50, те уже вообще рукой махнули, и говорят, ой, я уже старый, там старая, мне уже ничего не светит, я так не считаю, я уже где-то писала кому-то, или говорила, что у меня знакома, вообще, в 54 года начала ходить в походы, она до этого вообще никогда этим не занималась, и до сих пор ходит довольная, счастливая, и много у нас таких людей, у нас на столбах таких людей много, которые там 60-70 лет ходят, лазают по скалам даже, вот, и я считаю, это те люди, которые не принимают свой возраст, они, не то, чтобы они не могут смириться со старостью, нет, взрослеть надо, и надо уметь какие-то поступки взрослые, делать в своей жизни по-взрослому, правильно размышлять по-взрослому, с детьми воспитывать, домашними делами заниматься, уметь какие-то проблемы решать, но не вырастать именно внутри, то есть оставлять эту детскость, вот эту непосредственность, искренность, настоящность, можно так сказать, вот, и не впускать в себя старость, не говорить, что, ой, мне 50, я уже старая, я вот вообще считаю, что мой возраст, у меня, кстати, часто спрашивают, сколько мне лет, я никогда на этот вопрос не отвечаю, не потому что я стесняюсь его возраста, или что-то, а потому что я не хочу эту цифру признавать, я не хочу о ней думать, слышать, потому что я себя не чувствую на столько лет, я считаю, что человеку столько лет, насколько он выглядит, и насколько он себя чувствует, а вот эти вот, биологический вот этот возраст, который люди привыкли считать, каждый год отсчитывать, вот, это не мое, это не ко мне. я не рыбак, у меня нет удочки, я вообще никогда в жизни ни разу не рыбачила, и не умею этого делать, хотя я множество раз наблюдала за рыбаками, и знаю, как они рыбачат, вот, у меня нет желания рыбачить, мне жалко рыбу, хотя я рыбу ем, но мне рыбу жалко, может быть, поэтому я не рыбачу, но я не говорю, что я прям никогда-никогда в своей жизни рыбачить не стану, если настанет такой момент, что мне придется там, выживать в каких-то условиях, и мне нечего будет есть, и если я смогу поймать рыбу, то я съем, я буду тогда рыбачить, если какие-то походы такие, очень дальние у меня будут, то я к этому, в принципе, готова. Ну, грибы я не собираю, почему? Ну, не знаю, когда-то и давным-давно я их собирала, я очень-очень любила грибы, потом в какой-то момент я их перестала вообще есть, вот, потом начала снова, и сейчас я ем их, но очень-очень редко, но сама я их не собираю никогда, но опять же, если мне придется, да, где-то повыживать, то я, да, соберу грибы, пожарюсь ем. Я, кстати, очень-очень много уделяла времени детям, я всегда занималась сама своими детьми, практически всегда сама, редко-редко, когда с кем-то их оставляла. Даже с бабушками я их никогда не оставляла, может, там, раза три, за все-все, в детстве. И я практически всегда занималась сама детьми, единственное, мне иногда еще помогала моя сестра. Я всегда-всегда пела, я очень много пела, мы с сестрой с моей. Постоянно, в юности, там, с юного очень возраста, мы каждый день по много часов пели, я вот не преувеличиваю, прям каждый день. Каждый день мы много пели и каждый день мы старались гулять хотя бы, даже в самые лютые морозы, хотя бы там часа, два, три мы выделяли на прогулку какую-то. Вот, ну, а потом я петь все меньше-меньше стало и у меня это, можно сказать, взорвалось в землю, я, как мне некоторые пишут, что ты поешь хорошо, а нет, я вообще петь не так для себя немножко пою в походах. Почему я снимаю иногда, крайне-крайне редко, потому что я снимаю все, как есть в своих походах, то есть, если я пою, пусть даже коряво или как-то неправильно, в ноту не попадая, но это же в походе существует, это есть, и поэтому я это тоже снимаю. Это, к слову, кстати, о купании гавышом, а то мне некоторые пишут, вот, там начала для контента, для лайков, для хайпа, того, что народ, я, между прочим, у меня есть на канале самый, наверное, первый фильм, я не помню, одни из первых, где я с небольшой группой, со знакомыми, мы ездили на озеро Маранкуль, и мы там тоже гавышом купались, я всю жизнь купаюсь гавышом, и я снимаю в своих походах все, как есть, это я снимаю гавышом себя не для того, чтобы вам свою жопу показать, так сказать, и не для того, чтобы хайпануть или там лайки получить, лишнее, мне извращенцы на канале не нужны, а потому, что, вот, как в походе все происходит у меня, так я и снимаю, я не стану надевать специально на себя нижнее белье, только потому, что мне нужно снять, ну, что за бред, я его намочу, потом сушить мне его надо, вот, так что, где я купаюсь в нижнем белье, значит, там по какой-то причине так нужно, либо люди вокруг, либо кто-то со мной, поэтому я в нижнем белье купаюсь, если людей нет, если места дикие, я всегда купаюсь с гумшом, и я всегда это буду снимать, потому что это, это естественный процесс, так сказать, это, это одно целое моего похода, как я могу одно вырезать, другое оставить, то есть, глупо писать, что это для хайпа, еще для чего-то, и вот в этих, кстати, первых моих фильмах, там еще вообще, как попало, я снимала, еще только-только-только начала тогда снимать, там тоже есть где-то вставка, как я купаюсь с гумшом, небольшая такая, то есть, это было из самого, самого начала, изначально, просто я очень мало, где, получается, если все фильмы вместе взятые, взять, мало где получалось так, что я снимала, что я купаюсь с гумшом, ну, то есть, значит, в этих походах я не купалась с гумшом, вот и все, потому что я, Где-то сняла, а где-то не сняла. Кстати, вот еще кто-то спрашивал про походные ли у меня дети ходят, или они в походы. Сын вот больше расположен к походам, к природе. Дочка природу очень любит, но она не походница. Единственное, есть поход с детьми. Пять дней мы были на Мане. Этот поход снимала у меня дочка. Правда, в инстаграм виде таком. Он есть на моем втором канале Алинина Каша. А вот сын, он больше тянется в походы. Я не скажу, что он любитель ходить в походы, но он с маленького возраста прям очень хорошо ходил. Вот даже в три года мы когда ходили на столбы, кто не знает, у нас в одну сторону на столбы, в гору идти 7 километров. Ему было три года, он ни разу не попросился на руки за весь день. Ни туда, ни обратно, никогда мы там ходили. Ну, там даже лазили немножко по скрабам. Ма, можно я к ним пойду? Иди. Вон туда, на столбик. Где они стоят, туда я и пойду. А, я планирую. Стоите, взбейте меня. Давай, давай. Мазберушка за вами идет. Давай, Мазберушка. И мы потом еще не раз выходили на столбы, мы даже ночевали на столбах. Ему очень понравилось. Мы ночевали, а потом мы лазили. Я его там страховала кое-где. И вот он больше, походник такой, он больше приспособлен к походам. Я ничего не делаю ради лайков, хайпа, ради контента. Да, мне хочется, чтобы мой канал развивался. Но, к сожалению, я его не могу развивать по простым причинам, что нет финансового подспорья. Вот, я не могу ни камеру купить, ни дюром купить, ни какие-то прибамбасы. Многие считают, что я иду в поход ради контента. Мне что делать, больше нечего. Реально. Вы знаете, как в некоторых походах реально бывает тяжело. Очень тяжело. А еще и снимать. Я бы никогда в жизни, вот если бы я не любила походы, я бы никогда в жизни не пошла в какой-то там тяжелый поход ради контента. Еще и снимать его, умудряться. Нет, увольте, никогда. Я хожу в походы очень давно. Занимаюсь вообще походной жизнью. Я очень люблю походы с самого раннего детства. Ну, я говорила, что такая я была. Оторви и выбрось, наверное, можно назвать. И снимать я начала сравнительно недавно. Мой канал молодой, ему всего лишь два года. Два там с копеечкой совсем. По-моему, в декабре было ему два года. А сейчас 1 февраля сегодня снимаю. Поэтому я ничего не делаю ради контента, ради хайпа, ради лайков. Но лайками и просмотрами я всегда рада, потому что мне хочется, чтобы мой канал развивался. Ну, естественно, мне хочется, чтобы он приносил доход. Это нормальное, здоровое желание, я считаю. Я снимаю, потому что я хожу в походы. А не хожу в походы, чтобы снимать. Про собаку я уже рассказывала в другом своём вопрос-ответ. Кто не смотрел, посмотрите. Про пёсу меня часто спрашивают на своём втором канале. В фильме про раритет. Там, где упало дерево у моего грота. Я про пёсу тоже много рассказывала. Посмотрите. Вообще, в принципе, я очень люблю животных. А, у меня ещё спрашивали, есть ли у меня какие-то животные. Вообще, люблю ли я животных. Да, у меня есть кошка. Её зовут Сушка. Она уже старушечка. Она вот сейчас болеет. И я её лечу сейчас. Я всегда любила животных. У меня всю жизнь было очень много животных. Я домой тащила вообще всех абсолютно. У меня были собаки, кошки, ёжики, хорьки, птицы. Каких только не было. Абсолютно разные были птицы. У меня были лягушки, всякие рыбки, черепахи. И водяные, и сухопутные. В общем, кого у меня только. И хомяки, и морские свинки. Короче, всех я тащила вообще домой. Всех. Птицы там крыло поведили, домой тащу. И никогда я не напрягала мою маму с этими животными. Я всегда занималась ими сама, кормила сама, лечила сама, пристраивала сама. Полностью ими занималась сама. У нас с сестрой была отдельная комната, в которой мы жили и занимались этими животными. Я занималась этими животными. Это очень-очень частый вопрос. Я на него уже не раз отвечала. И я даже сейчас в своих фильмах стала в конце иногда делать. З. Пишу так. То есть это ПС означает. И вот вставляю кадры, где я бегу за штативом. Я сама себя снимаю. Кто меня ещё может снимать? Ну, это я имею в виду про одиночные, естественно, походы. Сама себя снимаю. Ставлю штатив, бегаю за ним. Туда-сюда, с одной стороны, с другой ставлю. И приходится с рюкзаком туда-сюда за ним бегать. Кто же меня ещё может снимать, как мне штатив? Самый большой мой километраж, который я проходила, был 95 километров. 95 километров за сутки. Но мы ходили тогда с Петрухой. Мы участвовали в горном походе за сутки. Есть у нас такое в нашем городе, каждый год проходит. И мы выбрали самый сложный маршрут. То есть там 70 плюс километров, это имеется в виду, нужно было пройти. А из-за того, что там много жести случилось, то есть это по пересечённой местности, по тайге, по горам имеется в виду. И из-за того, что там до этого буря огромная прошла, повалило очень много деревьев, и организаторы не ожидали, что такое случится. И там очень много, два раза мы потерялись, очень было сложно ходить. И из-за предполагаемых 70 километров мы прошли 95, и мы не уложились в сутки. Нужно было в сутки уложиться, а у нас получилось чуть больше суток. Это самый мой большой километраж. Некоторые пишут мне, не верят, что я могу за день 25-30 километров пройти по тайге, по пересечённой местности. Ну, что ли я могу вам сказать? Ну, не верите и не верьте, а я хожу. Я хожу, да. В зависимости от того, насколько местность пересечённая. Если там прям буреломище непроходимый, то, естественно, и 10 километров можно весь день идти. Ну, а если попроще, там есть какие-то тропы, то я могу и 30, и даже больше пройти. Естественно, не вот так вот легко прыгаю, а где-то тяжело, да, бывает. Вот в северо-байкальской тайге, да, мы с Андреем проходили. Сзади мы в предпоследний день мы прошли 40 или даже более километров под тяжёлым бцаком. Конечно, пойду. Я вообще обожаю такие походы. Я люблю всякие вот такие жести. Да, мне тяжело, я могу там где-то поныть. Я знаю, что я сижу, но я Алина, блин, достала. Хватит ныть сама себя. Вот. Ну, да, тяжело. Почему бы не поныть? Я не скажу, что я ною. Это не нытьё, это констатация факта, так сказать. Я говорю, свои ощущения, свою усталость показываю. Я же не буду врать, что мне вот в этот момент всё хорошо и буду улыбаться, сидеть, хотя это не так. Я не люблю ложь. Поэтому, да, я поною, но я всё равно люблю это. Я иду, я знаю, на что я подписалась. И да, я пойду ещё, и ещё, и ещё пойду. Котик мой любимый. Как его только не называют. Медведь, свинья. Талисман, говорят, или там, как ещё, тотем, что-то ещё там говорят. Это просто мой друг, если можно так сказать. Это не талисман, это не там. Но вообще есть такое ощущение, что вот у меня уже какая-то, видимо, сложилась привязанность к этой игрушке. И есть такое ощущение, что если я его не возьму, вот забуду, то обязательно что-то вот пойдёт не так. У меня вот уже такое... Нельзя вот, кстати, так думать. Но у меня вот такое есть сейчас. То есть я даже если лезу на скалу, я всё время его прицепляю к себе. Потому что я знаю, что если его прицеплю, всё будет чики-пуки. Всё будет чики-пуки. И некоторые там пишут, что вот, не наигралась в детстве, вот, ходят с этой игрушкой, как маленькая. Дети уже выросли, она всё с игрушкой, ходят с этими косичками. Ну, блин, а почему косички нельзя взрослым заплетать? В чём? Я не понимаю. В чём? Почему нельзя? То есть молодым можно, а постарше нельзя. Или как это распределение есть, или что? Вот. Я в игрушки не играюсь, как некоторые пишут у меня тут, игрушек. Ну, да, у меня есть игрушки. Я, как любая девушка, многие девушки любят мягкие игрушки. Девушки, женщины любят мягкие игрушки до самой старости. И спят многие с ними. И я очень-очень много походников знаю, которые ходят с игрушкой в поход. Ну, там, может, поменьше, чем мой котик. Вот. Я не считаю, что это какой-то странностью или чем-то там. То есть у меня же нет больной привязанности к игрушке. Но просто я привыкла, что он вот ходит, и мы в походы. И всё. Ходит и ходит. Он уже, можно сказать, звезда канала. Странно, как-то мне бывают, пишут, что я куда-то пропала, наконец-то вышел твой фильм. Я смотрю, что вот некоторые просмотры нормально идут, а некоторые хоп, и прям очень мало, да, допустим. Мне, ну, остаётся думать, что люди не видят выхода моего фильма. Я вас очень настоятельно прошу, зайдите на мой канал. Во-первых, подпишитесь. Во-вторых, там есть колокольчик, нажмите на этот колокольчик. Вам будет приходить оповещение о том, что вышел мой фильм. Мне кажется, люди просто не видят этого оповещения, что ли. Я не знаю, я никуда не пропадала. И на данный момент, вот, по крайней мере, в зимнее время, с осени, там, я не знаю, по весну, у меня выходят фильмы каждую неделю, каждый вторник. Каждый вторник в 16.30 по Москве у меня выходит на Ютубе, и в 17.00 у меня выходит на Дзене, в московское время. Каждую неделю, пока что. То есть, если ничего не приключится, не случится там, никаких форс-мажоров, я стараюсь каждую неделю, каждый вторник выкладывать свой новый фильм. Поэтому зайдите на канал, посмотрите. У меня там фильмов очень-очень много, каждую неделю выходит. Ну, потому что мне так удобно. Мне очень часто пишут, вот, какая там ты походница, у тебя опыта нет, и вот одежда у тебя неправильная, обувь у тебя неправильная, у тебя этого нет, того нет. Ну, во-первых, нет, потому что нет, значит, этого. И я, допустим, не могу себе позволить купить, либо я не вижу нужным это покупать. Вот. И я хожу в том, в чём мне удобно. Да, походники там одеваются по-другому. Я же белая ворона. Я вот так одеваюсь. Мне так удобно. И я считаю, что опыт не зависит от того, во что ты одет или обут. Я, наоборот, считаю, если ты одет попроще, полегче и тяжелее так ходить, и одежда, и обувь неподходящие, значит, ты более опытный, раз ты можешь в этом всём ходить в таге. То есть это тебе не мешает ходить. Про питание в походе я всё мечтаю снять отдельный ролик, потому что я уже чувствую, я очень много наболтала. Я потом, во-первых, монтировать замучаюсь. Во-вторых, во-вторых, времени очень много. Сейчас будет фильм этот идти. Никто смотреть не станет такой генючий. Вот. Поэтому про питание я не буду сейчас рассказывать, а вот про крупы, которые я беру, скажу коротко, ясно, что я беру все крупы, в принципе. Единственное, я беру перловку редко, потому что она очень долго варится. А так я люблю вообще все крупы. Все. Ну, чаще я беру в пакетах, в которых нужно варить. Ну, такие по 5 пакетов в коробке, знаете, продают. Гречка, там, лист. Вот. Их просто варить удобнее, потому что они в пакетах, они не прибирают к посуде, и мыть легче потом посуду. И я поэтому чаще в таких пакетах беру. Да, я использую свисток. Ну, помогает ли он или нет, я не знаю, потому что я же иду, свищу, и, может быть, заранее медведь меня слышит и не выходит ко мне, потому что за всю мою походную жизнь у меня встреч с медведем было очень мало. Ну, лично вот прям, чтобы я с медведем встретилась. У меня было такое, наверное, ну, если северо-байкальскую тайгу считать, то, ну, раз 5-6 я встречалась с медведем. Я считаю, что это за всю мою походную жизнь это очень мало именно встречи. То есть медведь, он не всегда рядом, он явно свежие следы есть. Он есть, медведь, рядом, но, видимо, я освещу, вот то музыку включаю, то громко говорю, вот это записываю, запись с вами, да, кричу там, гоп-гоп, мешай мне там. И вот, видимо, медведь слышит и всё-таки не устраивается не уходить к человеку. Адекватный медведь не будет нападать просто так. То есть только если что-то не так пойдёт или неправильное поведение человека может вызвать нападение медведя. Также и волки никогда на людей не нападают, и шакалы. То есть нужно себя правильно вести, знать, как себя вести с дикими животными в лесу. Нет, я не прививаюсь. Я вообще не прививаюсь не только от крещей. Я вообще в принципе стараюсь не прививаться, практически ничего. Но, естественно, детские прививки, которые раньше ставились, они у меня все стоят, потому что там тогда решают по родителям и ставят. И детям я своими ставила все прививки. Ну, вот, допустим, от гриппа или от креща я не ставлю прививки, но это не значит, что я вам советую не ставить их. Это чисто моё решение. А от крещей я спустясь просто. Я очень часто осматриваюсь, когда именно их много в период, когда их много. Осматриваюсь очень часто. Крайне-крайне редко я пользуюсь спреем от крещей. Сейчас покажу, как я. Вот. Это не реклама. Вообще ни в коем случае. Но вот рифтомит, антиклещ, не знаю, где есть видно нормально. Это реально помогает от крещей. Клещи гибнут от него. Только нужно правильно им обработать одежду. Как её обрабатывать, здесь сзади написано. Сейчас буду объяснять, это будет очень долго. Вот этим рифтомитом я пользуюсь крайне редко. В самый-самый клещевой период я им пользуюсь. Вот. И в основном я не избрызгаю. И рукава. Вот. Пояс ещё. Вот. А так я вообще ничем не пользуюсь. Я не люблю всякую химию. И всё такое. Поэтому стараюсь не пользоваться всем этим. Просто осматриваюсь часто. И да, клещи меня кусали. Спрашивали меня. Клещи меня кусали не раз. Но вот такого не было, чтобы прям сильно напился. Я всегда успеваю вовремя заметить. Я его просто вдёргиваю. Всё. Я вообще не люблю очень рассказывать про свою личную жизнь и про там работы свои. Я очень много где работала. Я не задерживалась никогда сильно там на одной работе подолгу. Потому что у меня интерес быстро пропадает. Я не люблю на одном месте долго торчать, так сказать, работать. Вот. И последние три года до того, как я уволилась, я сейчас позже расскажу про это. Я вообще работала с осени по весну. И с весны по осень я увольнялась, чтобы ходить в походы. Чтобы полностью я могла посвятить себе походной жизни. Вот. Я копила деньги в зимний период. Работала, копила деньги. И летом я на эти деньги жила. Так было последние три года до моего увольнения, когда я уже окончательно решила уволиться. Почему я решила уволиться? Потому что нужно заниматься либо каналом, либо работать. Когда я пахала как лошадь и ещё и каналом занималась, а это тоже работа, это реально работа. И я реально так упахивалась сильно, что я просто... Мне жить некогда было. Реально некогда было жить. И я приняла для себя решение, что нужно выбирать что-то. Либо канал, либо работа. Потому что невозможно совмещать. Это очень-очень тяжело. Вот. И даже сейчас, когда я не работаю, у меня канал очень-очень много времени отнимает. Очень много. Это реально работа. И, кстати, кто не знал, блогер – это профессия и официальное трудоустройство. Это официальное трудоустройство. И официально трудоустроено блогером. Вот. Мне пришлось уволиться. На что я сейчас живу? Я сейчас живу на свои накопления, которые до того, как уволятся, я откладывала, откладывала. И потом, когда у меня уже появился канал, какое-то там совсем короткое время я успела монетизации хватануть. Сейчас монетизации на канале нет. Вот. И я это все откладывала. И у меня накопилась какая-то сумма. Сейчас я на нее живу. Вот. Дохода с канала у меня практически нет. Когда эта сумма начнет истекать, мне нужно будет думать, что делать далее. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы мой канал приносил мне хоть какой-то доход. Вот. Либо мне… Я вот людей не пугаю. Мне некоторые говорят, пугаешься с закрытием канала. Я не пугаю. Мне, может быть, придется его закрыть когда-то. У меня сейчас нет желания его закрывать. Не хочется его вести дальше. Но как дальше будет, получится он мне или нет, это покажет время. А работала я вообще на всяких-всяких разных работах. Я и на вахту ездила. Я не боялась никакой вообще работы. Я в своей жизни много кем работала. Я даже уборщицей работала. И горничной работала, и кондуктором работала, и продавцом работала. Кем я только не работала. Вообще, я в своей жизни реально столько переработала. Я работать, вообще подрабатывать начала. Еще в школьном возрасте, еще в школе училась, я уже подрабатывала в бродячем цирке. То есть, я вообще циркачка. Но циркачка из бродячего, можно сказать, цирка. То есть, это изначально был кружок, а потом он переразлился в такой бродячий собственный цирк отдельный. И мы везде ездили, выступали и этим зарабатывали. Но потом мне пришлось бросить этот цирк, потому что мне нужно было выучиться нормально. Ну, доучиться, потому что я сильно стала в школе отставать из-за постоянных пропусков в концертах. И мне пришлось бросить. От комаров я тоже стараюсь не пользоваться никакими спреями. Редко-редко. И они в большой тайге, когда ты очень долго находишься вдали от цивилизации, никакие там спреи, масла, масло гвоздики, кремы, они не помогают. Потому что, ну, помогают там на вообще очень короткий срок. И невозможно сутками этим всем брызгаться, мазаться, этим дышать. То есть, представляете, помыться нормально нельзя. Ты брызгаешься, мажешься, то есть кожа не дышит, это всё марается, на жаре там это всё плавится. То есть, невозможно пользоваться этим всем. Муравьиной кислотой, как некоторые тоже там советуют. Я знаю, что можно в муравейнике там, ну, помазать себя муравьиной кислотой. По-моему, она даже в аптеке продается. Я этого не делаю. Я не хочу раздражать муравьёв. Это, конечно, может, глупо. Нет, иногда я пробовала так делать, да, и помогает. Но, опять же, это тоже ненадолго помогает. Вот, поэтому я ничем не пользуюсь, в принципе, короче. Терплю и всё. Я практически вообще не теряю вес. Вообще. Это так удивительно, реально. Вот за зиму я, получается, меньше в походы хожу. Я хожу постоянно, регулярно. Просто я, кстати, снимаю мало. У меня, кстати, отвлекусь немножко. Меня спрашивали про зимние походы. Я снимаю редко, очень редко зимние походы. У меня техника не позволяет снимать, во-первых. Во-вторых, я очень сильно мёрзну. У меня руки очень мёрзнут. И я не могу зимний поход полноценно снимать. Поэтому я зимних походов очень мало снимаю. Да ещё и у меня за лето накапливается столько материала, что просто нереально всё это снимать и всё это копить. Просто это у меня никакого времени не хватит монтировать это всё и выкладывать на канал без конца. Вот. И почему? Вот за зиму, получается, я набираю 2-3 килограмма примерно. Это нормально. Для здорового организма это нормально, когда зимой человек чуть-чуть поправляется. Вот. И вот эти 2-3 килограмма, ну, 4 может. Я могу летом, да, скинуть. То есть, когда я начинаю свою походную, такую более активную жизнь, у меня они скидываются обратно. Но больше я не скидываю. Как бы я семья не утомляла, как бы я там питалась, не питалась, сколько бы я не лазила, у меня почему-то вес не теряется вообще практически. Очень-очень мало может уйти. Килограмм-два это вообще ни о чём. Вот. Поэтому почему-то я в походе не теряю вес. У меня организму всё равно всего хватает всегда. Хвалят мою фигуру, хвалят некоторые, хвалят. Но чтобы быть, так сказать, в таком теле, это всё равно постоянная работа. Не думайте, что у меня конституция такая или наследственность нет. У меня все в родове, все практически полные. У меня худых нет. И я склонна к полноте. То есть если я засяду дома, и буду мало двигаться, и даже буду просто нормально питаться, как все люди, мясо там начну есть, я вообще растолстею. Я после родов, когда у меня дети родились, сначала один, я поправлялась, очень сильно переживала. Потом я, когда дочке было 3 года, я наконец-то пришла в норму, похудела. А потом сына родила, я снова поправилась. То есть у меня бен веществ нарушается, я поправляюсь. И это вообще был реально для меня очень большой стресс, потому что я всю жизнь худенькая-худенькая. Тут раз и поправляюсь, именно после родов. И я очень сильно переживала, я там пыталась на диетах сидеть, что я вообще не умею делать, кстати. И заниматься я занималась. И вообще у меня организм такой, вот что не делай, он не будет сбрасывать, если он не хочет. Вот когда он решит, чтобы вес ушел, он возьмет и скинет этот вес. И вот когда сыну уже было поболее, чем дочке, когда первый раз я быстрее похудела после первых родов. А второй раз гораздо дольше, я уже реально внутри такая немножко паника была. Я вообще очень себя не любила и не любила фотографироваться, поэтому у меня с детьми очень мало фотографий. Я часто за них пряталась, когда фотографировалась. И я очень долго не могла с сыном похудеть. То есть ему уже, наверное, лет шесть было, когда я в норму пришла. Само собой. Ну естественно, я там уже, чем у Саши он становился, тем я в походы стала больше ходить. То есть маленьких детей я никогда не оставляла. Я вообще не ходила в походы. То есть в какое-то время я не ходила в походы. Если ходила, то я брала их с собой. Вот. Это невозможно было сходить с ними с ночевками куда-то в походы в такие вот. То есть когда они были совсем маленькие, я ходила, если то просто на день, допустим, ходила. Вот. А потом вот сыну, наверное, первый раз было, сколько ему, наверное, было лет семь или шесть. Уж точно не помню. Ну, когда мы именно с ночевкой уже с ним пошли в поход. Вот. И когда я уже более активно начала ходить в походы, я начала ходить. То есть фигура, она не просто так у меня. Я дома катаюсь такое, знаете, колесо. Вот. Я на нем катаюсь, занимаюсь. Я утром, каждое утро делаю зарядку. Я стараюсь много двигаться. Я стараюсь питаться более-менее правильно. Вот. Это не просто так все. И когда я поправлялась, я очень сильно переживала. Я реально так переживала сильно, что я к этому вернуться не хочу. Поэтому я слежу за собой просто. Ну да, я не ем мясо, не ем сало. Я ем рыбу. Я ем молочные продукты, творог, сметану. Я копью. Я сливки люблю. Рыбу тоже люблю. Ну, в общем, я не ем только мясо. Не ем мясное, не ем курицу, птицу не ем. Ну, я уже объясняла, что я не вегетарианка, как некоторые думают. Потому что вегетарианцы, они вообще там жестко все не едят. Я только мясо не ем. Ну, потому что у меня свои... Во-первых, я мясо не люблю. Меня даже не тянет его есть. Во-вторых, оно тяжелое. Оно реально тяжелое. Я его не могу есть. Во-третьих, мне животных жалко. Ну, вот как-то так. Мой организм очень легко обходится без мяса. Мне его вообще... Моему организму все абсолютно хватает. Часто мне очень пишут эти слова «береги себя», что они уже мне реально примелькались. Я понимаю, что люди переживают, что они добра желают, у хорошего... Я почему-то реально не понимаю этих слов. Я не люблю, когда мне пишут «береги себя». То есть, ну, такое какое-то ощущение, что ты что-ли такой безответственный, ты вообще себя не бережешь, ты там свою жизнь рискуешь. Я рискую настолько, насколько это можно. Я всегда осторожно. И я всегда берегу себя. Я вот не люблю эти слова почему-то. Мне любую. Насчет одиночных походов и неодиночных. Я больше люблю одиночные. Я очень люблю одна ходить. Я уже говорила, что я очень много хожу. Одна гораздо больше, чем с кем-то. Но я мало снимаю. Мало снимаю, потому что мне именно одной охота побыть, во-первых. Во-вторых, часто походы какие-то у меня простые. Допустим, на день одиночный. Я просто иду, и ну, что там снимать? Неинтересно. Они неинтересны. Они для меня интересны. Для вас они не будут интересны. Они только канал мой вниз потянут. Но я не вижу смысла тратить реально времени и вкладывать труд в такие походы, чтобы их отснять, потом смонтировать, потом выложить. А эти фильмы, получается, они не будут востребованы. Они будут неинтересны реально. А с кем-то ходить я тоже могу. Я уже говорила. И я иногда хожу, да, с Петрухой хожу. Бывает, я могу с кем-то пойти, вот как вот с этим Андреем Северобелькальскому тайгу. Я его вообще не знаю. Мы не знакомы абсолютно. Абсолютно не знакомы. Мне просто дали его контакты. И этот поход получился реально спонтанно, случайно. Я не собиралась с ним в поход. И у меня должен был быть индивидуальный поход по Байкалу. И я же сначала одна поехала. То есть я на Байкале одна была. И так получилось, что он меня вдруг зовет в этот поход. И меня очень соблазнило то, что будут дикие места. И то, что мы будем вдвоем, он сказал. Но изначально нас было гораздо больше. Но потом, да, мы вдвоем остались. Вот. Это все случайно. То есть вот такие случайные походы, когда меня реально очень сильно заинтересует, допустим, человек. Или это коммерческий поход. Или это спонсорский поход. Такие тоже у меня есть походы. Где спонсором выступает человек. То есть он спонсирует полностью мне поход. Вот. То в такие походы я могу с кем-то сходить. Но я очень-очень тщательно отбираю людей. Очень тщательно. Потому что я очень долго думаю, решая, не считая серебро-байкальской тайги. Но там были отзывы тоже о нем очень хорошие. Мне человек дал контакт, которого я нормально так знаю. И он о нем хорошо говорит. Поэтому я с ним решилась поехать. То есть я могу с кем-то сходить в поход. У меня нет принципа, что вот я только одна буду ходить. И все, тут одна буду ходить. Да нет, я могу и не одна сходить. Но больше я люблю одиночные походы. Вообще обожаю быть одна. Да, у меня есть группа ВК. У меня есть группа ВК. Подписывайтесь, пожалуйста. Подписывайтесь, у кого есть возможность, кому интересно. У меня там, я очень-очень много там выкладываю фотографий. И старые фотографии какие-то выкладываю. Потому что я раньше фотографировала на хороший фотоаппарат. И я... Бывают, перебираю эти фотографии, когда есть время. И выкладываю время от времени. Там очень хорошие фотографии. Вот. Ну и какие-то новые, с новых походов выкладываю постоянно. Фотографии, новости. Там какие-то вопросы задаю. Бывают небольшие какие-то ролики добавляют. Вот. Подписывайтесь на группу ВК. Все ссылки есть в описании под этим фильмом. Подписывайтесь на Бусти. Бусти я создала только для того, чтобы поддержать контент на Ютубе. Чтобы у меня хоть какой-то доход шел. И люди даже туда не хотят подписаться. Там можно подписаться за 100 рублей всего в месяц. Ну это же небольшая сумма, я считаю, для поддержки любимого контента. Ну, ваше право, конечно, решать, что делать. Но я буду рада, если вы меня поддержите. На Бусти, Патреон. У меня там есть там, по-моему, человека 3 или 4 всего. И вам огромное-огромное спасибо. Они меня просто поддерживают. Я туда вообще уже ничего давно не добавляю. И люди просто меня там поддерживают. Вот они подписались только ради того, чтобы поддержать мой контент. Вот. Подписывайтесь на Дзен. Подписывайтесь на мой второй канал на Ютубе. У меня много платформ. Но вот в Телеграме у меня нет. Мне этих вот так, вот так. Реально. Я тут нигде не успеваю. На Бусти тоже не так уж часто я выкладывать буду. Потому что я уже не знаю, реально, откуда брать, ну, какие-то резервы вот эти, понимаете. То есть, все же нужно интересно что-то выложить, все что-то новое. Это же откуда-то брать нужно. Вот. И поэтому очень часто не получается выкладывать в такие какие-то платные контенты. Но я считаю, что если человек хочет поддержать, он поддержит. Камень. Я не могу сказать, что это за камень, потому что, ну, я не хочу об этом говорить. Вот. Но я вам скажу, что этот камень у меня, можно сказать, наверное, с юного возраста. Он у меня лет с 14 или 15, этот камень. И я его уже очень много лет ношу. Какое-то время я его снимала, он лежал у меня в комоде. И я его не носила, но потом я снова его надела. И уже с того момента я вообще его не снимаю никогда. Никогда абсолютно. То есть, я и купаюсь, и мою с ним, и сплю с ним, и круглосу начинаю с ним хожу. Он мне очень дорог, этот камень. Я очень боюсь его потерять. Поэтому вот эти нитки я очень часто меняю. Эти нитки очень крепкие. Я их, притом, всё равно часто меняю, боясь потерять эту камень. Ну да, я такая. Да, я такая. Это, знаете, вот люди мне, кто-то мне написал. Ах, вот ты какая. После прошлого вопрос-ответ. То есть, кому-то чего-то там не понравилось в моих ответах. И человек мне такое написал. Бывает настроение. Нет, да. И бывает, что человек мне грубит, что-то плохое пишет. Ну, я тоже ему тявкну иногда в ответ. Бывает, да, такое. Либо бывает настроение, наоборот, такое шутливое. Но люди вообще, я поняла, что плохо шутки понимают. Особенно, когда пишешь. Ну, не видно же, что ты шутишь. Вот. И они воспринимают. То есть, чем они наполнены, то они изливают из себя. Понимаете? И вот люди, они не понимают ни шуток, ни когда ты какой-то такой ответ даёшь. Со своим мнением. И тогда люди сразу. Ах, вот ты какая. А мы-то думали, ты такая, а ты вон какая. Я такая. Ну, да, а чё? Другие вон чё и ничего. А я чё-чё так вон чё. Ну, да, я такая. У меня есть своё мнение. Я знаю себе цену. Я люблю себя. Я раньше, кстати, вообще себя не любила. Я себя терпеть не могла вообще. Я никогда не любила себя. Там, в детстве, в юности. Вообще терпеть себя не могла. Я вообще не понимала, как может человек вообще себя любить. Но потом я к этому пришла. Я поняла, что нужно себя любить. Если ты себя не будешь любить, то кто? Вот. Если ты о себе не будешь заботиться, то кто? надо себя любить надо себе заботиться вот и если ты если ты будешь не будешь себя любить то весь мир будет от тебя отворачиваться и мир тебя любить тоже не будет поэтому любите себя дорогие зрители и еще хочу вам пожелать чтобы вы могли себе позволить быть глупыми быть естественными быть счастливыми быть веселыми делать какие-то дурости глупости пробовать новое избавляться от старого смеяться плакать ошибаться любить чудить и жить в моменте любите жизнь живите здесь сейчас подписывайтесь на мои платформы поддержите меня если хотите если считаете нужным если есть желание если есть возможность всем счастья удачи мирного неба над головой до встречи на моих каналах всем пока пока